В воздухе с друзьями и знакомыми, тем более если объединяющим фактором для всех этих людей служит автомобиль. Тогда мероприятие может выглядеть примерно вот таким образом. Свист покрышек, оживленная публика и огромное количество японских полноприводных автомобилей. Это Subaru FES 2011. Какой именно марке было посвящено собрание, полагаем, понятно и без долгих объяснений. На фестивале собрались, разумеется, владельцы Subaru, а также любители марки и сочувствующие. В результате концентрация машин с семью звездами на Эмбляне превысила все мыслимые пределы. Действо проходило в Москве, но по такому случаю подтянулись участники из самых разных городов и весей. Некоторым даже ради такого дела пришлось пересекать государственную границу Российской Федерации. Народу собралось действительно немало. Даже на родине марки Subaru такие масштабные слеты считаются редкостью. То, что сегодня мы делаем, это именно такое, объединяющее всех России, и также не только Россия, то и Украина, или там Казахстан, то есть ближние зарубежья. Вот если вы видели парковки, там сколько Subaru собрались. Вот, ну, боюсь, что в Японии даже нет такой масштаба встреч с Subaru. Лейтмотив фестиваля был задан уже той местностью, где он проходил – на гоночной трассе в Тушино, на месте бывшего аэродрома. Ведь что толку говорить об истории марки и о ее гоночных генах, если эти гены спят, убаюканные ограничениями скорости на дорогах общего пользования? Подобные мероприятия – это как раз та самая редкая возможность не думать о дорожной инспекции, радарах и других участниках дорожного движения, потому как ни того, ни другого, ни третьего на автодроме нет. И как раз тут и можно понять, для чего созданы эти машины на самом деле. И лишний раз вспомнить, что под псевдонимом из шести букв WRX STI уже много лет творит коллективный инженерный гейм. На фестивале можно было испытать себя и машину на кольцевой трассе, и небольшом раллином спецучастке. Интересно и то, и другое, но ралли, конечно, не в пример зрелищнее. Тут тебе и облака пыли из-под колес, на несколько секунд покрывающие все вокруг непроглядным желтым туманом, и езда в заносе, и необходимость максимально тонко чувствовать машину, и понимать физику движения могучего полноприводного автомобиля. Это, конечно, не настоящий спорт, но выплеск адреналина чувствуешь даже глядя на это действие со стороны. Что уж говорить о тех, кто оказался в тот день за рулем. Но куда лучше обо всем об этом говорила царившая вокруг атмосфера азарта, и тот факт, что пыль на трассе не оседала несколько часов к ряду. Примерно так выглядит настоящая эта японская марка, но организаторы мероприятия, конечно же, не забыли про будущее. Своеобразной изюминкой, по сути, даже и кульминацией мероприятия стала презентация обновленной версии кроссовера по имени Форестер. Вот он. И нам выпала возможность потоптать немного вот этой резиной гравий Тушинского автодрома. Впрочем, кульминацией это событие стало скорее для тех, кто по-настоящему пристально следит за происходящим в автомобильном мире. Это все-таки не новое поколение, а модернизированная версия уже знакомой машины. Поэтому Форестер вызывал интерес скорее у журналистов, нежели у досужей публики. Оно и понятно. Внешних изменений у лесника и правда минимум. Как и любое обновление, или иначе говоря, фейслифтинг, модификация Форестер коснулась только пластиковых элементов кузова, да и то далеко не всех. Так что отличия сумеют обнаружить разве что большие ценители марки Subaru вообще и модели Форестер в частности. Но согласитесь, чтобы заметить повторители поворотников в зеркалах или новую фальшрадиаторную решетку, надо быть действительно наблюдательным человеком. Другое дело салон. Тут провели, если и не капитальный ремонт, то во всяком случае серьезную перестановку. Причем не забыли и про бытовую технику. Например, климат-контроль наконец-то стал раздельным. Ведь казалось бы, не бог весть какая инновация, но в прежних версиях Форестер, не кстати говоря, очень недешевых, ее почему-то не было. Кроме того, здесь не было и пока нет навигации. Тоже неприятное упущение и дело не только в стоимости машины. Просто наличие этого недорогого по нынешним временам девайса существенно облегчает жизнь. В Subaru, впрочем, все это понимают и обещают, что уже в следующем году электронный проводник в машинах появится. Но все эти косметические нюансы в конечном счете вторичны, поскольку свой главный козырь новинка держит в рукаве. Если, конечно, капот похож на рукав. В любом случае, самое, пожалуй, что интересное, что есть в обновленной версии Форестер, это новый оппозитный двигатель. Никакой революции не случилось. Моторы сохранили традиционную для Subaru компоновку, но в них использованы новые инженерные решения. В частности, новый двигатель стал более длинноходным. Изменилась геометрия камер сгорания. Мы уменьшили диаметр поршня и, наоборот, увеличили ход поршня. Зачем? Для того, чтобы при низком обороче, чтобы крутящий момент был больше. И таким образом данный автомобиль, значит, при относительно не высокой скорости, тоже поддает очень хороший крутящий момент. В духе времени немалое внимание при разработке уделили экономичности. Как утверждают представители компании, новые оппозитники будут потреблять меньше топлива. Примерно на 10%. Вскоре новые моторы появятся и на других автомобилях Subaru. И что еще более любопытно, японцы уже почти готовы предложить в России дизельные двигатели. Прежде россияне могли рассчитывать только на бензиновые агрегаты. Мы испытывали этот двигатель в условиях России. И основной причиной задержки были наши сомнения относительно качества дизельного топлива в России. Но сейчас мы уже завершили этот этап. И результат оказался достаточно положительный. Форестер, на котором довелось прокатиться, был оборудован 2,5-литровым мотором, с которого получили 172 лошадки. Теперь поподробнее насчет прокатиться. Собственно, по асфальту не удалось проехать ни единого метра. Тест-драйв проходил на небольшой грунтовой трассе. Все желающие могли сделать по ней два круга. Длина каждого около 800 метров. Для высокой и довольно тяжелой машины Форестер держится уверенно, спокойно и разумно реагирует на провокации водителя. А уж их хватало. Было бы жаль упускать возможность погонять лесника в хвост и в гриву. А что касается ходовой части, то ее в обновленной версии тоже немного доработали, причем учитывая российскую дорожную прозу жизни. Именно тот Форестер, который сегодня мы презентуем, это именно полностью адаптированный для России. Но что интересно, что именно эта подвеска понравилась и в других странах. И получается так, что сегодня мы, презентуя именно Форестер с российскими подвесками, во многих странах тоже хотят такие подвески. Что касается планируемых объемов продаж, то о них говорить еще не время. Пока что заводы восстанавливают после сотрясшей Японию катастрофы. К сожалению, в связи с землетрясением у нас производство восстановилось. Вот, слава богу, что сейчас, ну, не в полной мощности, но потихонечку мы восстанавливаем. Поэтому, к сожалению, в этом году мы собирались где-то 7-8 тысяч автомобилей реализовать, то, к сожалению, этого не удастся делать. Ну что ж, на этом наш краткий экскурс в особенности обновленного Форестер завершен. Ну просто потому, что нам...